Всем привет! Новый год наступил, а это значит, что пора делать новые сравнения. Сегодня у нас в студии Epson Workforce 2830 и Epson Workforce 2850. Это офисные аппараты 4 в 1, ориентированные на не слишком интенсивную нагрузку. Также их выбирают для дома. Аппараты обладают бесчиповой прошивкой и могут работать с бесконтактной системой подачи чернил. Разницы в габаритах и дизайне нет. Оба выглядят современно. Все аккуратно и выдержано. Управлять устройствами можно с помощью механических кнопок и дисплея. Размеры экранчиков отличаются. 2,4 дюйма у 2850 и 1,4 дюйма для 2830. Панели подвижные и регулируются для комфортной работы. Экранчики не сенсорные. Передвигаться по меню можно кнопками. Но на обоих экранах все неплохо видно. Даже на том, что поменьше. Второе отличие это язык управления. Epson 2830 русифицирован. Значит здесь можно установить русский, украинский и другие языки. А вот Epson 2850 модель американского рынка. И дисплей здесь на английском. Но даже если вы не знаете английский, то устройство с интуитивным управлением. По иконкам можно все понять. Или же управлять с мобильного, через приложение. Там можно поставить нужный вам язык. Ну а чтобы узнавать о всех новинках в мире печати, не забудьте подписаться и поставить лайк. Это поможет нам создавать еще больше полезного контента. Механика. Печатающие головки у наших Epson одинаковые. Стало быть и печатать они будут тоже одинаково. У нас есть возможности это проверить. Давайте же посмотрим. Формат А4. Рекомендуемая плотность носителя 180 граммов на квадратный метр. Есть функция двусторонней печати. Бегают они одинаково. За дистанцию в одну минуту напечатают 10 монохромных и 5 цветных страниц. Разрешение печати 5760 на 1440 DPI. Печать без полей доступна в любом формате. Цифры одинаковые, но что вы скажете по изображениям? Есть отличия? Или оба справились хорошо и нет никакой разницы? Пишите в комментариях. По сканерам тоже все идентично. Разрешение 1200 на 2400 DPI. Автоподатчики вмещают по 30 листов. Ну что же, подведем итог. Все разницы этих моделей это размер их экранов и языковая панель. 1,4 дюйма и 2,4. Возможно для кого-то это станет большой разницей. Лично мне удобно с любым из них. А вот прошивка русского языка может сыграть весомую роль в выборе устройства. Если для вас это важно, то берите 2830. Ну а если с английским языком у вас нет проблем, то и 2850 подойдет. Оба устройства справятся с любыми домашними и офисными задачами. Однако учитывайте, что активную офисную нагрузку они не потянут. Да и скорость не такая уже и шустрая. Качество печати хорошее. Отлично справляются с фотографиями и любой графикой. Это вас точно порадует. Надеемся, это видео было для вас полезным и вы сделали свой выбор. Заходите на оригиналом нет, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok